В этом видео я покажу вам по-настоящему редкий аппарат. На сегодняшний день я не знаю о втором сохранившемся работоспособном экземпляре. В Минске, столице Белорусской Советской Социалистической Республики, находился радиозавод имени Молотова, занимавшийся выпуском радиоприемников и радиол. В октябре 1954 года завод выпустил свой первый телевизор, которому присвоили гордое название в честь Республики Беларусь. Инженеры завода постоянно трудились над улучшением этого телевизора. Уже в 1955 году телевизор оснастили радиоприемником и проигрывателем. Подобные комбинированные устройства в народе стали называть комбайнами, а по заводской терминологии телерадиолами. Еще через год увеличили число принимаемых программ с одной до пяти. В 1957 году стали устанавливать вместо кинескопа с круглым экраном новинку прямоугольник, что позволило увеличить размер изображения, не меняя корпуса. Одновременно с насыщением внутреннего рынка широко развивался экспорт наших телевизоров во многие зарубежные страны. А международный рынок потребовал от наших производителей соблюдения установленных к тому времени норм на экспортируемую продукцию. И вот в 1958 году телерадиолу привели в соответствие с зарубежным требованиям и присвоили название «Беларусь-4». Вот о ней и пойдет речь. Выглядит аппарат монументально, с красивой отделкой корпуса различными видами шпона ценных пород дерева. Экран имеет размер 35 см по диагонали или чуть меньше 14 дюймов. Он взрывоопасный и для предотвращения разлетания осколков установлен на защитное стекло. Чуть ниже экрана расположена небольшая шкала радиоприемника, принимающего длинные, средние и короткие волны. Интересно сделана стрелка указателя настройки приемника. Когда он выключен, ее не видно, но стоит его включить, как стрелка становится видна. Справа под экраном находится переключатель программ. Слева переключатель диапазонов и ручка настройки радиоприемника. В нише расположены регуляторы громкости, яркости, контрастности и ступенчатый регулятор тембра. На правой боковой стенке снизу расположен переключатель режимов работы, а выше большой динамик мощностью 4 Вт, воспроизводящий диапазон частот от 100 до 7000 Гц. Сверху под открывающейся крышкой смонтирован проигрыватель, расшитанный на воспроизведение кромпластинок на 33,78 оборотов в минуту. Он автоматически включается при подведении тенарма к пластинке. В качестве бонуса телевизор имеет проводной пульт дистанционного управления, который позволяет на расстоянии до 8 метров изменять громкость и яркость изображения, а вес телевизора составляет 38,5 кг. Эта телерадиола была награждена дипломом первой степени, выданным экспертным советом Всесоюзной торговой палаты, павильона лучших образцов товаров широкого потребления. Выпускалась она с 1958 по 1959 год небольшим тиражом. За все время было выпущено около 23 тысяч экземпляров, и большинство из них ушло на экспорт. Но какой бы ни была хорошая эта телерадиола, технологии развивались. Экран был уже мал для такого класса аппарата, схемотехника устарела, и спустя год после начала выпуска ее сняли с производства. Так как почти весь тираж уходил за рубеж, то не сохранилось сведений об эксплуатации. В нашей стране литература обошла ее стороной. Не найдена даже схема устройства, что усложняет ее ремонт. Вызывает гордость, что мы могли и успешно справлялись с задачей экспорта нашей радиотехники в зарубежные страны. Жаль, что в настоящее время это стало для нас непосильной задачей. А Минский завод имени Молотова впоследствии стал одним из самых крупных предприятий по производству радиотехники, переименованной позже в «Горизонт». Остается лишь порадоваться, что завод, выпускавший телерадиолу, не канул в лету, как большинство телевизионных заводов СССР, а продолжает выпускать продукцию и в настоящее время. Космические дани уже погодили, Трону и туза сняли с обратной стороны, Но многие аренды, если я должны Подверг на просмотрению с обратной стороны. В одном сонархозом большой размах работ, По темпам перевозок он выросся вперед, Расчёски посылает водилками от страны, Ребёнки получает с обратной стороны. Мальчишка с папиросой стоит в трубы под рукой, Пару башечка в полоску и пару водных бюх, Вдруг повернулся к нам, он и мы поражены, Он оказался дамой с обратной стороны. Фруктовую ладонь Четырить на подряд Без всяких перебоев Торгует автомат, Монетами за стене стаканы в них полны, Когда стоит механик С обратной стороны. Живу я в новом доме, Согласен нам я, Здесь всё отлично, Кроме на верх из тонких стен. Вчера я над кушеткой Примил под лёд живы, А хвост примил соседку С обратной стороны. Истратил я докладу на новый пылесос, Шумит, как экскаватор, Свистит, как паровоз, Вся пыль в дыбом летает Сковороды со стены, И тут же вылетает с обратной стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На лекции как-то был задан вопрос, Вопрос был весьма верный, Ответ не найдя, Буркнул лектор под нос, Вопрос остаётся открытым. Понравился нам этот ловкий приём, Возможности много в нём стыда, Мы этот приём как припев пропоём, Вопрос остаётся открытым. Победу давно приобрёл мой сосед, Он сам управляет отлично, И хоть у меня москвича даже нет, Ему не завидую лично. Он ночи проводит, В машине дрожа, А днём ходит с видом убитым. Пошёл третий год, А насчёт гаража Вопрос остаётся открытым. Живёт не скупясь наш знакомый один, Частенько гостей принимает, Купил телевизор немало картин, А летом в Крыму отдыхает. В кино и театрах он любит бывать, В костюме по-мозному вшитом, А как надо маме полсотни послать, Вопрос остаётся открытым. Представьте себе в ресторане одно, Мы были наднявшей семьёю, Такой оказали нам тёплый приём, Что я восхищенье не скрою. Покинув уютный обеденный зал, Мы все восхищались наркликом, А правда ли то, что Нечаев сказал, Вопрос остаётся открытым. Вот чем объяснить, что в концертах порой Встречаются зрительные чувства, Вдруг он в гардеробу помчался стрелой, Когда до конца три минутки. Артиста он ценит, видать по всему, Искусству любовью горит он, А может, галоши дороже ему, Вопрос остаётся открытым. Субтитры создавал DimaTorzok